Пресс-конференция, посвященная борьбе с наркоманией, состоялась сегодня в городе Надбуком. В нашей области, как и по стране в целом, за последние годы не наблюдается социально опасного роста числа лиц, которые употребляют психотропные или иные стимулирующие вещества. Однако проблема такая существует и не может оставаться без внимания. Наибольшее распространение на сегодняшний день у нас имеют наркотики, это такие как спайсы курительной смеси и марихуана, скажем, гашиш. То есть это, в принципе, все наркотики курительные, употребляются, скажем, путем курения, и подвержены, скажем, воздействию этих наркотиков и употреблению этих наркотиков. Это в основном молодая часть нашего населения, порядка от 16 и выше лет. Бывают случаи, что, скажем так, мы задерживаем и несовершеннолетних граждан, но это единичные случаи на сегодняшний день. В 2013 году на диспансерном учете в Брестской области состояло более полутора тысяч таких пациентов. Большинство – жители областного центра и крупных районных городов – Пинска, Барановича и Кобрина. Стоит отметить, что это не только те, кто уже не представляет свою жизнь без дозы, но и так называемые наркопотребители, то есть те, кто просто решил попробовать и попался в руки правоохранительных органов. Однако не следует забывать о том, что для возникновения зависимости порой достаточно одной такой погони за новыми острыми ощущениями. А потому в этом деле так важна профилактика, проведение акций, активная агитация и пропаганда здорового образа жизни, работа с молодежью и их семьями, а также реабилитационные мероприятия. Информационная составляющая в этом вопросе занимает одно из лидирующих мест. В основном работа Брестского здравоохранения, а в принципе и всего здравоохранения, в частности наркологической службы, направлена на первичную профилактику. Это банальная профилактика превентивная, которой занимаются в принципе все. И вторичная и третичная профилактика. Это помощь уже лицам, имеющие проблемы с потреблением психоактивных веществ, ну и последствия осложнений, которые уже у них проявляются. Также поддержка родственников и близких. На днях в городе над Бугом откроется специальный кабинет заместительной терапии для опиоидных зависимых. Это один из способов предотвращения преступлений и профилактики заболеваний, однако он не решает проблемы возникновения наркозависимости. Работа в этом направлении государственными учреждениями ведется не один год, но все чаще приходится констатировать тот факт, что только от теплой и доверительной атмосферы в семье, где воспитываются подростки, зависит эффективность профилактических мер.